Солянка Всем привет! Сегодня в рубрике Домашняя вкусноежка на повестке дня классическая Солянка сборная мясная Хотя кто Как смотреть кто эту классику устанавливает Как и любое другое блюдо солянка имеет очень много рецептов и сразу определить что классика что не классика сложно Сегодня просто приготовим ее вкусно А что уж из этого получится будем читать ваши комментарии Солянка это густой зимний суп не встречающий ни в одной другой кухне мира Секрет приготовления солянки огромен но неизменно это должно быть несколько видов мяса Мы сегодня будем использовать свиной язык свинина куриные ножки куриная копченая грудка Несколько видов колбас Это у нас сосиски Копченые колбаски Сервелат Куриные колбаски Куриные колбаски из овощей из овощей Куриные колбаски Куриные колбаски Куриные колбаски Для того чтобы почистить Чтобы легче чистился язык Сразу заливаем его холодной водой и остужаем Более подробно как приготовить говяжий и свиной язык ссылочка у меня будет оставлена в описании под этим видео Я одно и то же не рассказывала вам Сейчас мы его охлаждаем и чистим Начнем приготовление с мяса Так как мяса у нас будет много Колбасы они уже полуготовая считается готовая продукция А то что свинина мы ее сразу разрежем на кусочки Язык также нарежем соломкой Далее в небольшое количество воды кипящей мы опускаем наше сырое мясо курицу недоваренный язык И как всегда буквально доведем до кипения как поднимется пена вся все мы это выльем нальем чистой воды и уже далее будет у нас приготовление бульона Сразу цвет воды у нас помутнел сейчас еще поднимется пена Это все я как всегда Ну вот закипаем На мясе вот образуется вот такая грязь я ее называю Свернувшийся белок кровь Ну этого вот достаточно для того чтобы оно прокипело Выливаю И теперь уже в чистую воду высыпаем наше мясо заранее приваренное и будем варить до готовности Классическая солянка готовится без картошки И основными овощами солянки является лук и морковь Поэтому нарезаем полукольцами немного больше обычного чем вы супы борщи режете то есть лука и моркови должно быть больше обычного полуколи habilите Морковь соломкой. Можно и на крупной терке потереть. Ну, я люблю соломкой, все не так, как кашеобразно. Далее в разогретую сковородку, желательно глубокую, так как у нас будет много овощей. И в колбас мы наливаем масло растительное. И сначала обжариваем лук. До золотистого цвета. Вот лук уже такой прозрачный стал, побелел. Можно высыпать морковь. Также продолжаем обжаривать до полуготовности моркови. Чтобы морковь была уже почти готовая. Сейчас можно немножко присолить. Я еще ничего не солила. Немножко, потому что у нас еще будут соленья. Томат домашний мы заранее солили. Вот. Поэтому досаливать будем уже в самом конце. А сейчас просто немножко присолили. Когда морковь обмякла, мы добавляем соленье. В данном случае, напоминаю, у меня были зеленые помидоры. Если не пробовали, никак даже не отличаются, не уступают огурцам соленым. Но помидор должен быть соленый, не майоновый. Теперь мы высыпаем сюда нашу колбасную нарезку. Добавляем томат. Я использую домашний. Все перемешаем. И тушим. Ну, минут 15, наверное, протушим это все вместе. Лавровый лист можно убрать. Это из томата. Можно накрыть крышечкой. И периодически помешивать. Ну, все. Я считаю, сковородка у нас готова. Главным показателем является морковь. Она вот такая уже у нас мягкая. А в кастрюле главный показатель у нас это язык. Он тоже уже вот мягкий. То есть, все готово. Нам остается только содержимое сковородки. Переложить в кастрюлю. Ну, вот так. Воссоединяем две части нашей солянки. Это мясо и бульон. И на сковороде у нас было колбасные изделия. И соленья с томатом. Вот и получилась полная кастрюля знаменитой солянки. Сейчас у меня вода закипает немножечко. Еще воды долью до полной кастрюли. А то уж больно совсем густо. Остается добавить зеленый лук. Ну, или какая другая зелень у вас есть. Перемешать. Довести до кипения. И выключаем. Накрываем крышечкой. И если успеет настояться, настоится. Мне кажется, уже вся семья сидит за столом в сборе. И ждут наивкуснейшую солянку. Вот наша солянка и готова. Напоминаю, что сегодня мы приготовили сборную мясную солянку. Ее лучше кушать в горячем виде. Так как основной ингредиент здесь мясо. Неплохо подать ее со сметаной, лимоном, маслинами или оливками. Можно и то, и другое положить. Но если вдруг под рукой не окажется ни маслин, ни оливок, не переживайте. Она и без этого будет у вас вкусной. И уже в тарелочку, по желанию, от маслин, можем добавить немножко сока. В чем они были. Это придаст некую пикантность. Но это все по желанию, на любителя. Каждый сам себе. Приятного аппетита! А вам остается поставить лайк, если вам понравилась наша солянка. Нажать на колокольчик, если вы хотите узнать следующее блюдо. Быть в курсе всех кулинарных наших дел. Ну и конечно написать комментарий, что вы думаете по поводу этой солянки. Какие солянки готовите вы дома? Оставляйте свои рецепты и мы попытаемся их повторить. Ну и всем приятного аппетита и до скорой встречи! На кухне и на рыбалке.